Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы будем с вами тестировать новую коллекцию от Наташи Диноны Love. Я знаю, что я поздно начала делать это видео, потому что только лениво, наверное, уже не сделала обзор на эту коллекцию, потому что Динона решила в этот раз запустить ее коллекцию на сайте официальном Диноны, не на Сифори. И, в общем, кто не успел, тот опоздал, как говорится. Тем не менее, я ее купила на Сифори, я сделала экспедиционную доставку, и она мне пришла на день позже. Всякое бывает, поэтому я не расстроена. Самое главное, что у нас есть все три компонента из ее коллекции. Первое, что я взяла, это, конечно, палетка для лица, состоящая из хайлайтера и румян в кремовой форме. Если вы смотрели обзоры на эту коллекцию, то, наверное, вы уже слышали про то, насколько потрясающе красива упаковка этого продукта. Я считаю, это реально мило. Это мило, красиво и необычно. Да, возможно, это слишком по-детски, но таких продуктов у меня не так много, поэтому мне нравится, что я вижу. Эта палетка называется Love Cheek Duo, и, как я уже сказала, в ней мы видим и кремовый румяна, и также хайлайтер в фирменной желейной формуле. Слышала, что если у вас есть ее большая палетка, Дарья, по-моему, она называется, то оттенок этих румян, он фактически идентичный. Только этот оттенок румян, он чуть более потемнее, как многие говорят, и даже по свочам это также видно. Я уже тут его просвочила, сейчас вы видите мои свочи. Оттенок этих румян называется у нас Pink Coral, хайлайтер у нас в оттенке Pink and Golden Champagne. Гораздо больше мы получаем здесь румян, 8,5 грамм, и 6 грамм мы получаем в нашем хайлайтере. И давайте же уже протестируем эту палетку. Я хочу начать, конечно же... Представляете, ребят, мы забыли оторвать вот эту штучку, это самое потрясающее в покупке косметики. Сначала я хочу использовать свой палец для того, чтобы нанести эти румяна на щечки. У меня, кстати, нет никакой пудры на моем лице, я решила сегодня не припудриваться пока, потому что иногда это может помешать вам нанести корректно кремовые продукты, как мне кажется. Так, он очень яркий, это очень яркий оттенок, определенно не то, к чему я привыкла, я бы сказала. И мне нравится, что я вижу, это определенно тот оттенок, который вы хотите использовать на День Святого Валентина. Оттенок, который, к тому же, как мне кажется, еще и молодит. Как будто бы я ощущаю себя чуть более юной, когда у меня на лице оттенки в такой персиковой, ярко-персиковой гамме. Определенно, это победа. Это очень хороший выбор румян в этой палетке, для этой палетки. Прошло несколько минут, и эти румяна, они уже подсохли, то есть ничего не остается, когда я дотрагиваюсь до них, что очень здорово. И это всего лишь один слой этих румян, то есть, я так понимаю, их можно достроить, и тогда эти румяна будут выглядеть очень яркими. Давайте это же сделаем. Видно, что это все хорошо очень достраивается. Так выглядит конечный наш образ с этими румянами. Очень красиво, мне нравится. Даша Динона смогла это сделать. Палетка, которая, как мне кажется, завоюет очень много женских сердец. Просто потому что, сколько я бы ни читала на Трандмуде, на Ютюбе, где-то еще, люди очень сильно именно заинтересованы в этой палетке, чем в, например, палетке теней или даже помаде. Еще, ребят, если вы можете увидеть, мои поры не стали выглядеть гораздо более акцентированнее, что не может не радовать, потому что есть такие, знаете, типы румяны, которые вы наносите, и если вы не нанесли никакое средство для затирки пор, то поры будут еще больше. Но не в этом случае, я не могу сказать, что они стали больше, наоборот, они как будто бы слились с тем, слились с этими румянами, я бы сказала так. Я возьму свою кисточку из натурального ворса и макну ее вот сюда. Такого хайлайтера у меня еще пока не было в розовой гамме, наверное, поэтому я не смогла отказаться от покупки этой коллекции. И давайте это нанесем. Я вижу этот блеск, и это смотрится действительно очень красиво. Это такой тип хайлайтера, который можно носить и впервые в мир, то есть я могу его 100% нанести на свое лицо днем, и это будет нормально, то есть это не будет слишком вызывающе. В то же время я могу его использовать, например, на какой-нибудь праздник, на День Святого Валентина тот же самый, и это будет смотреться так же нормально, хорошо, красиво. В тему будет смотреться это все. Я не вижу еще, знаете, ничего, хотя нет, я вижу дуокромные частицы в этом хайлайтере, это вообще даже без вариантов, они виднеются и имеются такой небольшой золотистый как будто бы по тону этого хайлайтера. Конечно, это не хайлайтер от Anastasia или Anastasia Beverly Hills, где там просто сплошное золото, но тем не менее я вижу этот золотистый перелив, и, конечно, чем больше вы нанесете этого хайлайтера, тем у вас прям будет больше блеска, ну, мокрого, я бы сказала. И, наверное, это то, что идеально будет, когда вы описываете этот хайлайтер, потому что он дает вам его, и никогда не пробовала, если честно, текстуру желейную. В принципе, пока не могу сказать, что эта текстура как-то отличается от обычной текстуры пудровой. Я все-таки, наверное, ожидала, что это будет хайлайтер с чистым розовым переливом, без золота, без дуахрома, наверное, но, если не ошибаюсь, Динона говорила, что это хайлайтер с дуахромным финишем. Сейчас я вам покажу его супер-супер близко. Дальше давайте перейдем к палетке от Наташи Диноны, ее любимая, всеми любимая мини-палетка с пятью оттенками. Это смотрится завораживающе и красиво, и, мне кажется, цветовая гамма это также очень многим девушкам нравится. Просто это розовая цветовая гамма, и все знают, что Динона очень хорошо делает оттенки вот такого типа. Вспомнить хотя бы ее палетку Love, которую, кстати, очень часто сравнивают с этой палеткой, мини-палеткой Love, но, как оказалось, по-моему, даже не все оттенки, они одинаковые в этой палетке. То есть, Love это одна палетка, а здесь все новые, насколько Динона говорила. Однако, смотря некоторые видео, я слышала, что люди говорят, нет, в этой палетке только парочка оттенков новые, все остальные старые. Динона же сама лично отвечала в Инстаграме, что все оттенки в этой палетке новые. Окей, у меня нет палетки Love, поэтому не могу сказать, что они новые или старые. Свотчи этой мини-лов палетки выглядят очень многообещающими, и сама палетка также после свотчинга еще больше мне начинает нравиться, потому что видна ее многогранность. Первый оттенок в этой палетке называется You, он доохромный. Второй оттенок называется R, это кремовый матовый оттенок. Третий оттенок под названием My, это кремовый матовый оттенок. Четвертый оттенок под названием True, является металликом. Пятый последний оттенок называется Love, это металлик. И если мы сложим все эти пять оттенков в одно предложение, то у нас получится You're my true love, или Ты моя настоящая любовь. Как это мило! Особенно 12-го Валентина, You're my true love, да, Наташа Денона, Ты угадала с этим предложением. Палетка сделана это также в Италии, как и все продукты у Деноны, и ее вес составляет 4 грамма, то есть каждый рефил у нас по 0,8 грамма продукта в каждом. На моих глазах уже есть праймер от Urban Decay, и начать я хочу наш лук сегодняшний с этого потрясающего постельного оттенка под названием R. Нанесем его на все века. Очень пигментированный оттенок. Я бы сказала, он напоминает мне чем-то палетку Триохром, потому что там было тоже очень много постельных оттенков. Дальше давайте возьмем этот красивый оттенок, самый темный. Называется он у нас My. И я хочу его поместить прямо в Крис. Это зона, где мы наносим самые темные оттенки. Надеюсь, он не слишком будет темным. Бывает с темными оттенками гораздо сложнее работать по какой-то причине. Возьму свою кисточку от Sigma под номером Е40. Это самая идеальная кисточка для того, чтобы растушевывать вот такие темные-темные оттенки. Она идеально это делает. Возможно, это немножко непопулярное мнение, но мне показалось, что этот оттенок, самый темный, он такой слишком суховатый. В сравнении с другими ее оттенками, мне почему-то было гораздо сложнее растушевать его, чтобы он прям в хорошую такую красивую дымку разошелся по моему веку. Но, в принципе, смотрится это красиво, если прям гораздо еще лучше растушевать его. Я не знаю, мне все-таки пока что гораздо больше нравятся именно постельные оттенки из этой коллекции, из этой палетки. Дальше я хочу, наверное, взять вот этот красивый оттенок, который называется у нас, должен называться у нас Love, это Duochrome. Нанести я хочу его вот сюда, в середину века. Это очень красивый оттенок. Мне нравится этот Duochrome, самый такой розовый из всех их. Дальше давайте возьмем этот красивый оттенок, опять же красивый оттенок, потому что они все здесь невероятно интересно выглядящие. Этот оттенок у нас также Duochrome, он гораздо больше Duochrome, чем все остальные. Я так понимаю, называется он у нас You, потому что он самый первый. И нанести я хочу его также на эту часть века. Вау, это другое дело, это прям действительно такой конкретный розовый Duochrome. Если вы любите Duochrome розового цвета, то он вам понравится, потому что даже мне он нравится. Я не очень люблю Duochrome, но когда они такие мягкие, то да, женственно все это смотрится. Давайте попробуем теперь самый светлый оттенок, перламутровый, вот этот вот. Называется он у нас True. Немножко как будто буду Duochrome тоже. И также не забудем про эту часть глаза, чтобы добавить там немножко больше блеска в глазах. Смотрится красиво, но тени жестко подают, как это можно видеть. Я смотрела блогерушу Мишель Уонг, и у нее не подали тени ни разу. Может быть это зависит от техники, которую вы используете, но я очень часто замечаю, что какие-то тени у Диноны они опадают, какие-то оттенки в Рефеле какие-то нет. Возможно, мне просто не повезло. И мне кажется, образ получается по-настоящему праздничному. 14 февраля то, что нужно. Итак, что я сделала, ребят? Я провела линию консилером, потому что таким образом можно выделить глаз, и не видно этих грязных линий, которые обычно бывают, когда вы прям конкретно пытаетесь растушевать, растушевать какой-то ненавистный оттенок. Не могу сказать, что этот оттенок самый темный, он ненавистный. Просто вот мне почему-то потребовалось гораздо больше времени и много кисточек, чем обычно, когда я использовала другие порядки у Диноны. Не знаю, это очень странно. Но сейчас я что делаю? Я пытаюсь растушевать эту линию, чтобы она смотрелась гораздо более естественно. И у меня это, надо сказать, получается. Кисточки Sigma прям помогают лучше всяких кисточек от Raffer. Почему-то мне так кажется. Нашим последним шагом будет использование вот этого постельного сиреневого оттенка, потому что этот оттенок может быть слишком темным для ресничной зоны. Вот, правильно выразиться. Постельный будет идеальным для нас выбором. Да, идеально дополняет он наш макияж. Вот так, например, у нас выглядит конечный образ с палиткой от Диноны. По-моему, это смотрится красиво. Я знаю, что с ней можно экспериментировать. И экспериментировать большое количество раз, потому что комбинации здесь бесчислены. В общем, да, это красиво смотрится. Я скажу обязательно свои мысли в конце этого видео. А пока я считаю, что это идеальная палитра для празднования Дня всех влюбленных. Дальше мы попробуем помаду от Наташи Диноны из коллекции Anide Nude Lipstick. Эта помада у нас в оттенке Amorosa 36NP. И посмотрите на эту упаковку. Не прекрасна ли она? У меня не очень была хорошая история со знакомством помад от Наташи Диноны. Потому что ее прошлые помады, они мне очень сильно выбелили губы. И смотрелись оттенки не очень хорошо. Ну, то есть плохо. Я их вернула в Sephora. И с этого момента я даже не думала покупать их. Но подумала, что так как это идеальный розовато-нюдовый оттенок, то почему бы не попробовать еще раз ее помады. И помада эта стоила 25 долларов, как и все ее обычные помады из ее линейки. И давайте мы ее попробуем. Я даже еще не сводчила ее, поэтому я в восхищении. Красиво смотрится. Очень кремовая текстура у этой помады. Она прям супер кремовая, я бы сказала. И я слышала, что многие люди говорили, что эта помада, она не так передает настроение Дня святого Валентина, как если бы эта помада была в каком-нибудь более таком настоящем розовом оттенке. По-моему, эта помада очень даже хорошо подходит к нашему образу, как мне кажется. Это такой, знаете, универсальный нюдовый цвет, который, опять же, подойдет к любому образу, не только к этому с розовыми тенями. Сейчас, смотря в зеркало, мне кажется, помада не подчеркнула даже сухость губ. Ну, может быть, немножко. Но нет такого, что прям они супер сухо смотрятся под слоем этой кремовой помады. И, кстати говоря, здесь у нас магнитная упаковка, то есть все очень легко и быстро закрывается. Ребят, я не забыла о том, что вы писали мне в одном из видео о том, что вы хотите увидеть сравнение продуктов, которые я беру на обзор, с другими продуктами, которые у меня имеются в коллекции. И я это сделала. Я была в шоке увидеть, что, оказывается, вот этот цвет, самый красивый пастельный оттенок из этой коллекции, который называется у нас R, если не ошибаюсь, он точная копия оттенка, который находится у Наташи Динона в ее палетке Триохром. И он вот здесь вот. Посмотрите, насколько они похожи, когда они стоят близко друг к другу. Когда я свочила эти две палетки, я была в шоке, насколько эти два оттенка супер похожи, как будто бы они как брат и сестра. Я также сравнила эту палетку со своей палеткой от Colourpop Flutter By. И я не нашла, если честно, особого сходства между вот этими двумя оттенками, которые, я считаю, ну, наиболее похожи. Как оказалось, при свочинге этот оттенок постельный, он все-таки гораздо более пигментированный, чем те оттенки, которые находятся в этой палетке от Colourpop. Попыталась также сравнить ее новую помаду в оттенке Amorosa с тем, что у меня имеется в коллекции. И мне кажется, что помада от Purr и их коллаборации с Barbie, она чем-то отдаленно напоминает этот оттенок. Оттенок от Dinone, он все-таки чуть более теплый, что ли, более пигментированный. Они выглядят реально одинаково, но, конечно, у них разный немножко финиш. По-разному они показываются, когда их свочишь. Этот оттенок, он гораздо все-таки подпигментированней. Также небольшая схожесть у меня оказалась с оттенком MAC, который называется Impulsive. Оба оттенка это такие идеальные теплые нюды. Нет такого, что они прямо вот в точку, оба оттенка идеально похожи. Нет, отдаленно, но напоминает чем-то. Этой красивущей палеткой я не нашла ничего такого, чтобы подходило к тому, что мы имеем внутри. Хайлайтер это точно нет, он уникален в своем роде. И не думаю, что у кого-то есть что-то похожее. Хотя, возможно, у Pat McGrath что-то похожее есть. У нее новый хайлайтер выходит. Возможно, будет очень классно сравнить хайлайтер от Dinona и от Pat McGrath. Ну а что-то похожее из кремовых румян я, к сожалению, также не нашла. И вот мы подошли к конечной части этого видео. Если честно, мне было очень приятно работать с новинками от Dinona. Мне кажется, нет такой девушки, которой бы не понравился хотя бы один новый запуск от Dinona. Это не оказалось исключением. Сложно было не удержаться и не купить чего-то, а именно всю коллекцию. Я начну с палетки. Пожалуй, палетка мне понравилась, но я считаю, что мне нужно с ней чуть больше времени провести, как-то поэкспериментировать. Сегодня было недостаточно для того, чтобы понять, насколько она мне понравилась. Мне больше всего понравились здесь, конечно же, постельные оттенки. С более светлыми оттенками в этой палетке оказалось легче работать, чем с самым темным оттенком, с которым у меня было много проблем, потому что он не хотел тушеваться прям хорошо, настолько, насколько я привыкла к тому, как тушуются оттенки такого типа. Меня очень впечатлили шиммеры. В этой палетке я считаю, что они потрясающие, особенно самый темный шиммер. Яркий такой, привлекающий внимание, легко с ним работать. Но может он очень даже легко растворяться, когда вы еще работаете над тенями, то есть его нужно будет накладывать и накладывать. В принципе, качество хорошее, но все-таки, мне кажется, большие палетки вот Диноны меня как-то больше привлекают. В них, как правило, качество вот прямо-таки беспрекословное, если можно так выразиться. Оно гораздо-гораздо лучшее. Но такие мини-палетки, они удобны чем? Тем, что они очень компактны, с ними легко путешествовать, когда это возможно уже будет. Да, я почему-то ожидала, что я влюблюсь в эту палетку. Вот, наверное, чего я ожидала. Но я думаю, что я еще успею влюбиться в нее, потому что до дня всех влюбленных еще, сколько у нас? Меньше двух недель. Поэтому я думаю, что обязательно сделаем что-нибудь с этой палеткой еще в других видео. Палетка для лица, состоящая из кремовых румян и хайлайтера, мне очень понравилась. Качество, оно очень хорошее. Я была удивлена, насколько эти кремовые румяна хорошо держатся, насколько у них богатый пигмент, но при этом он не дает вам этого матрешкиного вида, я бы сказала так. То есть, все очень лаконично смотрится и красиво. Хайлайтер меня тоже очень удивил, это мой первый полноразмерный хайлайтер от Denon, поэтому мне понравилась, конечно же, текстура, это желейная текстура. Я не считаю, что этот хайлайтер, он слишком темный на моей коже, наоборот, он смотрится, по-моему, очень даже идеально, как будто бы даже и нет ничего на моем лице. Как будто бы хайлайтера нет, как будто бы это просто кожа моя так сияет изнутри. Поэтому этот продукт мне понравился и еще упаковка. Это реально мило. И последнее, это помада Anide Nude Lipstick в оттенке Amorosa 36NP. Мне помада понравилась. В прошлый раз я покупала две помады из новой коллекции Denon. Нет, не мое, я их вернула, но приятно удивлена, что все-таки они мне понравились наконец-то. Мне кажется, это потрясающий, идеальный оттенок для дневной носки. На вечер тоже вы можете нанести блеск, пух, вечерний образ уже готов. Потрясающий оттенок. Я не знаю, что еще сказать. Это идеальный нюд. И мне кажется, идеального нюда у девушки никогда не бывает много. Поэтому эта помада у меня, мне кажется, будет, ну, одной из моих любимых, сто процентов. И вот мы подошли к концу, ребят. Надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор на уже не совсем новую коллекцию от Denon Love Collection. Дайте мне знать, что вы думаете, потому что мне реально интересно, насколько заходят такие обзоры после того, как уже столько много людей сделали обзоры, понимаете. Но надеюсь, что вам было весело. Надеюсь, что вы извлекли что-то полезное из этого видео. Также мне будет интересно узнать, что вы думаете об этой коллекции. Планируете ли вы покупать что-то? Еще было бы интересно узнать, что вам понравилось больше всего из этой коллекции. Обязательно пишите внизу под этим видео. Мне будет очень интересно почитать, что вы думаете. И на этом все, ребят. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Паша Юля, не прощаюсь. Всем пока!